Субтитры сделал DimaTorzok Этот фильм мы хотели снять еще в далеком 2013 году. На час свой путь с Москвы и проехав такие города, как Тула, Воронеж, Ростов и Пятигорск, сегодня любители автомобилей с заниженной подвеской, или как они любят называть себя, посадочники. Когда мы выпустили первую серию «Девять жизней», мы списались с главным админом Микаилом, на тот момент я его еще не знал лично, и мы захотели снять что-то более полнометражное. Организовали ее так называемые активисты движения «Без посадки Автонет». Желающих примкнуть к этому течению растет, и для этого необязательно иметь собственный посаженный автомобиль. Мы решили снять фильм для того, чтобы показать людям, чем мы занимаемся. Просто многие даже не знают, просто на улице часто спрашивают, для чего это, откуда вы. Много всяких вопросов, многих стереотип, что приоры там занижают только на Кавказе, что есть даже такая поговорка, чем выше горы, тем ниже приоры. Это не так. Очень много посаженных автомобилей в центральной России. Вот мы были в Москве. У меня началось это в 2008 году, да. Первая машина у меня была приоры. Я купил ее, порезал ее сначала на родных стойках, 3 на 5 вот ездил. Потом что-то стало мало. Взял, поставил короткоходки, помягче стало, не прыгало, все было четко. Потом следующей машиной у меня стал вот этот Суп Богдан. Я ее приобрел, поставил сходу к нему подвеску на нее. Сейчас я ее продал уже. Наш тоже парнишка ездит с нашего сообщества БПА Москва. Ребята, которые здесь присутствуют с нами сейчас, они все гостеприимные, дружелюбные, да, ребят. Приезжайте в любое время, да, как бы мы вас встретим. Как вы видите, все, они тоже собрались, приехали, суету навели, да, в Москве. Вот, как бы, наш клуб развивается, да, я думаю, что в дальнейшем тоже, как бы, посадка не уйдет в сторону. Она всегда будет с нами, мы всегда будем с ней, потому что это движение уже массовое во всей России, как бы. Вот, сейчас вот планируем тоже поехать в Краснодар, тоже, как бы, отметиться и там, показать свои машины, да, показать, познакомиться с ребятами непосредственно уже лично. Как бы общение виртуальное в интернете, это есть, оно, да, приветствуется, но, как бы, хотелось бы уже вживую познакомиться с многими, да, пообщаться, узнать, что, какие у них машины, какие у них продвижения бывают, да. Там прям нереально очень много посаженных автомобилей, очень такие дружные, такие ребята. Спускаемся вдоль Красной площади, по набережи на Четвертое кольцо выезжаем, на Четвертое кольцо, оттуда поедем в сторону Вегаса, там заснимут и поедем по указателю М4 Дом. Ребят, выезжаем, пора бы уже до Кавказа доехать. Поехали все в Краснодар. Все, выезжаем, двигаемся в Краснодар, короче. Зиап, заводи машину, все, в Краснодар едем, поехали. Все, за белый пиорой на лесу. Какой лень, все, вы угадали. Слушай, как ты идешь? Чего, блядь, за садиной, за садиной, за садиной, за садиной, за садиной, за садиной, за садиной. Задите ко мне, пожалуйста. Не верю, блядь, людям и рыбам, если люди не близки, а рыбы не искренне. Видать, мы только закончились ластики, чтоб наши делишки почистили. Нас видно в бокс под землю, раз нас не видно, или мы каждый в своей перхоти чисто помирный. Чисто по миру, переобувшись, керя, километражи на мере не мерил. Всем привет, мы Павлов из Ярославля. Блин, вообще Москва офигенно просто встретила. Офигенно сейчас провожает нас, просто нет слов. Супер, просто вот, видишь. Больше того, что они не количеством нас удивили, а реально качеством. То, что у них реально только низкие, и только пыль, только рженые арки там, я не понимаю, что супер. Москва доказала, что она реально столица. Слышим, да? Она показала лучше, чем столица. Лигет на столице, да? Про Москву можно говорить много, но если говорить в двух словах, то встретили нас очень круто. Мы ни с кем до этого не были знакомы, то есть лично я и Евгений Шашкин. Мы пообщались со всеми ребятами. Они прокатили нас по городу, показали нам какие-то места. Мы поснимали все это движение. И долго задерживаться мы не стали, потому что дорога была дальняя, и впереди у нас было большое количество городов. И мы поехали дальше. Вот буквально, наверное, через минут 20-30 уже, наверное, выезжаем в Тулу сейчас, заедем хорошенько покушаем и в путь. Нас предстоит просто 5 суток, наверное, на вообще поездке. И судя по всему, что Москва нас встретила просто безумно, я не представляю, что у нас будет в других городах. Это Махачкала, Нальчик, Краснодар и так далее. Просто, я не знаю, мы, наверное, просто сойдем с ума. Вот существует такое понятие в Москве, то, что Москва очень большая, все люди разные, очень много разных мнений. И даже, судя по машинам, московских машин тут, в принципе, было немного. Все с разных регионов. И очень приятно, что реально все нации, они как-то дружно все друг с другом сплоченные. То, что встретили нас, очень тепло, хоть даже и не знают нас. Первый раз нас видят, мне очень это понравилось. И большое уважение и респект я хочу выделить администратору данной группы «Без посадки Автонет в Москве». Большое спасибо, все было очень круто. Смотрите, сейчас собираемся вместе, общую фотографию делаем. Общую фотку. С ребятами пообщаемся, их надо проводить дорогу. Они уезжают, дорога у них дальняя, по всем городам проедутся. И, естественно, также будет снимать. Хочу всех поблагодарить, кто приехал, кто участвовал в этом фильме, на самом деле. Все молодцы, все помогали. Короче, вы что сейчас делаете, пацаны? Едете? Ребят, хочу спасибо ребятам выразить, что они приехали. Да, все от души. Приехали, нас не забыли. То есть, именно решили с нашего города начать это все. И дай бог им удачи в дороге. Ведь ни гвоздя, ни жезла, ни поломок, ничего. Зеленые цветы. Номера в запасе есть, короче. Пацаны в бункере до конца уверенно доедутся. До красотара, значит. От души вам. Мы с тобой здесь еще и пересечемся. На связи. Да ладно, братан, удачи. Создал я в 2010 году. Это была зима, по-моему, да, зимой. И с каждым разом все больше и больше группа набирала оборотов. И, конечно, поначалу, первый год прям сложно было людей набирать. Это были прям те люди, которые реально, кто ездит на посадке. Это были с кем мы конкретно общались. Это были те люди, с которыми я до того, как я группу создал, допустим, даже в одноклассниках переписывался. И вот так постепенно группа набрала обороты. Уже о нас начали писать в газетах, даже на ТВ показывали. И как-то постепенно, уже спустя 4 года, у нас почти 400 тысяч человек. Когда мы доехали до Тулы, уже было час ночи. И, несмотря на это, все посадочники дождались нас. Хотя мы пробыли там совсем маленькое время, мы успели познакомиться с ребятами. Они рассказали, как вообще создавался у них автоклуб. Пружина заниженная, Бупан. Если человек хочет дрифтовать, пусть он в ЖДМ уходит. А если он хочет стелить по дорогам, пусть на посадку селит в Бупане. Тульский Бупан, он появился 3 года назад у нас. Вот создал его УЛИ. В принципе, сразу я туда пришел. И в то время ребята еще просто резали пружины. Не знают, что такое пневмок, короткоходки. Еще большинство людей, которые ездили, сейчас ездили на иномарках, они тогда ездили на вас. Вот Леша Исаев, он сейчас на BMW на винтах. А в то время он просто пилил пружинами на той же самой восьмерке-десятке. УЛИ. УЛИ 16 лет на посадке. У него было несколько семерок, приоры. Только сейчас взял БМВ. Все равно душой и телом Бупани. Вот 3 года назад он стал появляться, и люди стали просто резать пружины. Со временем короткоходки стали появляться, у нас там классика. Потом пневмы. Первая пневма появилась там буквально года полтора назад. Стали собираться. Сначала собирались на автодроме, где дорога плохая. Чем ниже стали машины становиться, тем более ровной поверхностью убирать стали площадки. Там парковки разные. Потом в выставках стали принимать участие. Ну и так потихоньку люди стали узнавать об УПАНе. Когда в газетах статьи появились об УПАНе, еще больше людей к нам примкнули. Как же вас отпустить без тульских пряников? Спасибо. И без левши. Удачи левша. Выключай камеру. Ну это левша настоящий. А это же считается, получается, тульским, так сказать, гордостью тульской левша. Спасибо большое. Мы будем следить за всеми вашими шагами. Что-то так. Не темно кататься-то. Да. Страхово сложно. Да. Как у тебя? Махачкалу фильм снимает. Фильм снимает? Да. Да, да, да. Какой? Он задан в багажнике полностью. Камеры, ведешь камеры и все. Ну ты ему скажи, что снимать не стоит. Нас останавливали большое количество раз и всегда проверяли на наркотики. Возможно, а скорее всего так и есть, низкая приора с тонированными лобовыми боковыми стеклами. Плюс 95-й регион у них вызывало большое подозрение. И нас останавливали и выводили на улицу. И просто полностью проверяли карманы, любые боковые задние, то есть шмонали по полной. Жалко, что нет именно этих кадров, есть только фото. Потому что, разумеется, снимать в этот момент не получалось. Если я в Дагестане, чеченец, принципиально растонируют. Вот любого другого отпускают, именно 05-95 принципиально растонируют. Криминально ничего особо не таскать. Штабы, или мы не дружат. Ты даже знаешь, кого остановили? А? В футболке двухтерек автобус с футболистами. Я занимался ли за жопу. Кстати, я фотографии сделал, а как вас шмонали. Никуда-то не протоколы, не паникли. Никого нету вообще. Просто в сумку прям руками залезает. Води прям руками лезет. Что-то достал, что-то не нравится. Посмотри, вот который в салоне роется. Который в салоне роется. Он туда сейчас в любую секунду может закинуть. Но у нас не было никаких нарушений, кроме тонировки. Поэтому, в принципе, задерживать нас не за что было. И мы ехали дальше. Ну вот, мы доезжаем, в принципе, до Воронежа. Осталось километров 50. Едем, значит, на приоре. Ислам, о котором вы видите, наверное, сейчас на 07 ВМЕ. Едем вообще нормально. По платной дороге плывем просто. Никаких проблем, в принципе, нет. Машина не подходит. Все супер. Единственное только то, что очень жарко. И приходится как с этим бороться. Я вообще в маечке. Сейчас Мика зашел в магазин. Купит мороженого. Купит свеженького такого лимонадика. Вот. А так все нормально, в принципе. Поспали 5 часов сегодня. В принципе, выспались, поели. Нормально позавтракали. И договорились вот с воронежцами. Значит, они нас встретят на трассе, потому что мы решили, что не будем заезжать в город, потому что будем терять время. Они, конечно, согласились. И думаю, скоро мы доедем до них. И все-таки пообщаемся. И расскажут они нам, как у них там проходят сходки, как у них там живет панк. Вот ты сказал то, что ты сам поставил пневму. Расскажи, пожалуйста, нам вообще весь процесс. Как тебе это понравилось? Покажи свой джойстик. Джойстик выглядит вот так. Это S8 Air. Америкосовский джойстик. Делал не сам. Купил на заказ. Последний, кстати, сказали. Хорошего понемногу. Больше не выпускают. Пневмус хотел купить давно. На день рождения. Накопил денег. Сначала заказал. Один нехороший человек меня кинул. 5 тысяч рублей так и остались. Даже так? Ему привет. Да, даже так. Ну, расстроился. Через пару месяцев добрал денег. Заказал из Пятигорска напрямую комплект на рукавах. Долго изучал пневмофорум. Как что ставить. В Воронеже первая пневма. Ну, первая была Opel. Автоваз первый мой на пневме. Вот, изучал долго. Собрал сам. С помощью друга. Без всяких там, не знаю, помощи автосервиса. В принципе, сложного ничего нет. Принесло даже удовольствие. Растягивал специально подольше, чтобы поставить. Получал вечерами удовольствие в гараже, ставя пневму. Ну, вообще, молодец был. Пневмус. Я надеюсь, что она нас не обижается, потому что мы так мало времени вам не говорили. Все понимают. Ребята, с вами от нашего воронежского филиала наш флаг. Так, очень приятно. С нами, так сказать, называется. Это у вас основатели данного клуба. Ладно, парни, все. Когда мы только обдумывали этот фильм, мы думали, что мы будем медленно катиться по городам. Ну, наслаждаться этими днями, снимать в других городах, смотреть, как там живут посадочники. Но реальность оказалась немного другой. Мы не то, что не смогли оставаться в городах на какой-то длительный период. Мы просто пролетали их часа за два. Шар крутится, вертится, порой путь, словно лестница в небеса. Жизнь верит нас, словно мельница, но мы в лучшие верится. Шар крутится, вертится, порой путь, словно лестница в небеса. Жизнь верит нас, словно мельница, но мы в лучшие верится. Когда ездишь по филиалам и городам, сразу чувствуется контраст и разница, где и как себя ведет администрация, как все организовано, сколько машин реальных. У каждого города какие-то свои фишки. Например, в Ростове мне понравилось, что у них как-то статика больше, наверное, приветствуется. Вот три машины, которые были сейчас, они реально лежали как немы и делали хороший вид. Также контраст можно почувствовать насчет организации. И также, чем мы дальше уезжаем от Москвы, наверное, тем больше все-таки низких машин и больше посадок, больше именно автоваза. Вот были даже в Ростове. Мне очень понравилось, что большинство ребят ездит просто на статике. Это очень неудобно. И несмотря на их ужасные дороги, эти ребята передвигаются, можно сказать, в притирку с асфальтом. Ну, наш клуб был основан в сентябре этого года. Были, конечно, попытки сделать официальную группу группа на Ростов, но не получалось. В этот раз мы собрались и сделали нормальную группу. Просто в этот раз сейчас машин мало собрались, так как половина людей отдыхают. Они вас уже ждут на пикнике, потому что половина людей уехала. Ну, там их увидите, вы увидите по-любому ростовские номера. Там от меня слампинь пацанам. Вам там дорогу желают меньше, жезлов меньше, проколов, чтобы доехали, чтобы бунтили так же доехали до конца до пикника. Нормально вам там отдохнуть на пикнике, чтобы действительно запомнилось вам это лето. Так, а душу вам, пацаны, что-то броню такую визуку. БПАН Ростов на связи. Ростов-на-Дону вообще показался таким динамичным городом, потому что там происходило все быстро. Нас встретили, мы покатались, они нам показали это место, то место. То есть, ну, нам не было скучно. Впоследствии там приехал экипаж ГАИ, и мы разъехались. Что, если нам полчаса положим, поедем, да? Вот, выезжаем из Пятигорска. На самом деле, очень огорчили они нас сегодня, потому что мы проехали такое большое количество километров. Столько расстояния, столько времени мы убили. И в итоге приехало навстречу всего лишь две машины, две приоры и то, которые якобы, буквально, наверное, даже случайно подъехали. Очень обидно то, что так получилось. Потому что, я думаю, даже собрать 10 машин, это очень даже легко, несмотря на то, что там кто-то там работает. Тем более, в таком городе, да, вот, как Ислам говорит, то, что здесь реально, грубо говоря, один из первых городов, где вот вся эта суета начиналась только... Даже слов нет у меня, я не знаю, как еще вырезать там. Хотя бы объяснили бы ситуацию, что не получается, чтобы мы их не ждали. Здесь время не теряли, чтобы поехали дальше, ну... Потом мы заехали в Пятигорск, конечно, было неприятно, ребята нас не встретили, просто-напросто некоторые даже на телефонные звонки не отвечали. Ну ладно, ничего страшного, думаю, что на следующий год они как-то серьезнее отнесутся к этому, и мы снимем в этом городе хорошие кадры. Дальше мы нас очень хорошо встретили, кстати, очень было так оперативно собрана группа. То есть за 40 минут мы позвонили, сказали, что нужно собраться, чтобы снять про ассетинских посадочников. Ребята быстро собрались, бросили работу, приехали. Очень приятно, ребята, что все собрались сегодня, реально, очень хорошо нас встретили, очень понравились машины, особенно белый приор, который с лампы дверями, да? Вот ты хозяин, вот и расскажи, пожалуйста, вот как ты вообще попал в этот клуб Бупан? Почему, когда? Расскажи, как ты осмелился вложить столько денег в эту машину? Ну вообще начал я, купил девятку, посадил 2х4, было мало, вот ездили пацаны, ниже меня, и мне как-то не нравилось. Я снял с нее сзади амортизаторы, пружины, спереди тоже снял пружины. Мало того, я еще и зарядил. Катался так, гонялся, все. Но потом княх... Потом не стало не хватать, как садится девятка, только из-за этого я купил блювы. Сразу купил коротуши. Сначала было 3х5. Потом спереди снял пружины, сзади до арок. Демил, стер арки, можно посмотреть. В итоге по трассе, там, на сходке было ездить, трудно, поставил к небу. Ну вот так вот. Естественно, тут половину я подписал посадить машину. Ну это хорошо. Вот сегодня я спал, и меня разбудили, сказали, что парня нет. Снимать видео, я как-то быстро проснулся, подъехал. Естественно, рад был. Ну что, ребят, мы, наверное, поедем тогда? Спасибо большое за то, что показали, рассказали. Как у вас? Жалко, конечно, что Жорик не приехал на встречу. Думаю, ему тоже было интересно. И кто-то даже говорил, что он должен подъехать. Вот, но мы спешили. Поэтому даже если хотели бы, не смогли уже остаться на большее время. И поехали дальше. Вообще ништяк. На частный путь с Москвы и проехав в такие города, как Тула, Воронеж, Ростов и Пятигорск, сегодня любители автомобилей с заниженной подвеской, или как они любят называть себя, посадочники, приехали в республику. Таких любителей у нас насчитывается около ста человек. Мне очень понравилось, как меня встретили, нас, получается, даже мы еще не доехали до города Назранья, нас уже встретила машина. Понравилось то, что все действительно очень приветливые, очень приятные. Вот, молодые люди, они вот, в глазах видно, что они простые. У них нет вот какого-то вот, то, что есть, например, в каких-то больших городах, например, Москва, например, и каких-то вот, ну, в Пятигорске мы видели, да. Здесь все простые, все дружные. В нашей группе объединяются ребята, которые заинтересованы на посадке, у которых не просто посадка там порежена, пружина или нагретая, но и есть пневмопосадочники. В данный момент филиал, ингульский наш филиал является на первом месте, так как у нас есть машины, которые завоевали внимание всей Российской Федерации. Нас встретили, получается, перед их постом региональным. Вот, и когда мы проезжали, нам просто помахали, получается, сотрудники полиции, и мы просто проехали, катанные там, со лбом. Очень было приятно, тоже интересно. И реально после такого понимаешь, что есть хорошие сотрудники и есть приятные люди. Очень понравилось то, что территория была закрыта, и на эту территорию никто не мог зайти, там были только мы, посадочники. В принципе, мы сейчас с Горелым идем посмотрим на Мемориал Памяти и Славы. Говорят, очень красиво. Очень тепло встретились. Самые границы нас прям с флагами довезли до места. Гаишники не препятствовали никакому нашему передвижению, и даже как-то помогали, выделили нам место, приехало телевидение. После этого всего нас повели, накормили, проводили до самой границы. Очень тепло встретились, сильно запомнилось. Спасибо всем. Ну и потом приехали в Грозный. В Грозный после такой спокойной Ингушетии мы попали в такой напористый Грозный, где тоже очень много интересного показали ребята. Когда они, ты сказал, что они будут суету наводить, я немножко другое представлял, кажется. Давай, неопатный! Давай! 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 Больше всего Чечня грозно и удивила тем, что у них на сходках не просто там Priora десятки, у них там R8, SRT 8, и они все там Lexus, BMW. И понятно, что они не занижены, но они все в общей тусовке, и им как бы не стрёмно тусоваться с другими ребятами на своих машинах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы очень рады встретить вас в нашем городе, в Грозном. Движение БАПАН развивается стабильно у нас, уже сажают даже старики, так сказать. Два витка, потом три витка, и пошло. Чтобы еще хотелось. И у нас за посадку тоже нет никаких проблем. Вообще не останавливают. Если останавливают, то спрашивают, интересуются, ну, гаишники. Очень-очень хорошо относятся к этому. И даже если дымим, пускаем дым, тоже как бы понимают нас. Все ради молодежи, так сказать. Как у вас насчет тренировки? О-о-о-о. Ну, это строго запрещено, да. Только иногородним можно сзади носить тренировку. Ну, по ГОСТу. Сзади. Да, сзади. По ГОСТу. И прописка должна быть не местная. Ну, не чеченская прописка. Обязательно. Ислам Кадыров Вахаевич, ну, наш мэр города Грозного. 5 мая, когда устроили сходку, собрались там все иногородние. Мы все собрались. И он подъехал. Он мимо проезжал, просто подъехал и интересовался, что, как, да, это что, а это что. Как, почему собрались, мы так и так дружим, собираем молодежь со всей России. Сказал вот, Эмельхан, подошел ему и увидел ламба двери у Аслана. И у него, у Эмельхана, бас такой мощный. Он сел, подняли окна и бас дал. И он такой смеется. Потом вышел и приказывает, у нас дома, ну, в смысле, в мэрии есть приора, возьмите ее, сделайте так же ламба двери, на пневму киньте. Да, и я, когда к нему заходил, он вышел свободно, поздоровался, посмотрел. Я на листке описал все, чтобы не объяснять. И он посмотрел, отдал помощнику, посмотри его дело. И помощник говорит, все уже, добро тебе дали. И нам выделили место, авторынок, полностью закрытый, шлагбаум, он сказал, вот, подойдите, скажите от меня. Вообще проблем нет, все ради молодежи, потому что будущее зависит от нас. На следующий день мы выехали в Дагестан. Когда мы к нему ехали, то манера вождения отличалась от того, что было под Москвой. Все ехали на двухполосной дороге, там, в четыре ряда. Если мы едем посередине, к нам навстречу, тоже едет кто-нибудь посередине. Мне было от этого немножко боязно. Но ислам сказал, что все нормально и переживать не за что. Ну и уже, наверное, Махачкала, это была наша конечная точка. Мы хотели побольше рассказать про Махачкову, но не получилось, так как мы не успевали на пикник. Но про Махачкову мы хотели просто больше рассказать, потому что, наверное, изначально все это началось именно в Махачкале, именно в Дагестане. Больше всего посадочников и больше всего вот этого все начиналось в Махачкале. И для нас Махачкала была, наверное, самой важной точкой. К сожалению, у нас со временем никак не получилось. И ребята тоже, многие уже уехали на пикник, потому что не успевали все это и там, и там, и дорога. И все это как-то занимало времени, и получилось так, что Махачкову мы полностью так не сняли, как она есть. Просто в Махачкале очень много посадочников, которые реально на посадке, которые болеют этим. По началу машин немного было, как только открыли филиал. Так как у нас молодой филиал, по началу у нас было машин где-то 5, наверное, да, сейчас мы растем. Уже около больше 100 машин бывает. Постоянные участники, все наши друзья, близкие, со всеми общаемся. У тебя какая первая машина была? У меня семерка была, 14 лет, я тогда только сзади пружину снял, спереди не смог снять. И мне это сначала не хватило? Да, потом я спереди тоже снял, потом мотор застучал, и все, такая история. Как у вас в полиции относится к тому, что вы ездите в бункерах? Ну, есть два типа кучи, наишников кучи. Есть, которые одобряют, есть такие, которые загоняют на штрафстоянки. Даже на штраф у вас загоняют? А за что говорят? Ну, за посадку, изменение конструкции. Сейчас за тонировку, за посадку, за все, что угодно, да? Сейчас у нас со статики переходят на пневму, да. Статик у нас раньше много было, стоялся в Дагестан статиками. Сейчас с пневмами у нас, как бы, много пневм, есть такие боксы, где устанавливают пневмоподвеску. Поэтому статики у нас молодые, вот такие ездят. Пока денег нет на пневму, ездят на статике, режут пружины, потом переходят на пневму уже. В каждом городе мы провели настолько мало времени, что не смогли, наверное, полностью раскрыть их автомобильное движение. И изначальный план был совсем другим. В Дагестане мы провели, наверное, меньше времени, чем думали. То есть мы постояли с ребятами, немножко позаписали видео, интервью и уже сразу поехали дальше. Вот как-то так мы едем в Грозный, ой, то есть Краснодар, он мига трясет машину. Дорога такая херовая, если честно. Вот, короткоходки сила, пневма, не фасадка. Пока я ее не установил, как бы, на свою машину. Питаем капюшом прийти в КамАЗ, потому что я теперка. Вот, салам алейкум, Краснодар. Слава, опять ты курил? Вот я не курил ни разу в жизни. Я тебе вот серьезно. Глаза вижу. Ты по-своему носу посмотри. Это тот самый, звездный. Ты чувствуешь уже горячее? Я чувствую. Если говорить о пикнике, то изначально прям хорошо было все спланировано. То есть ребята с Краснодара наши, которые админы, очень сильно постарались. Было все очень организовано. Были приглашены диджеи, лазерное шоу, фейерверка обещали. Но все это не получилось из-за того, что правоохранительные органы просто нас разогнали. Приехал ОМОН без причины, просто всех штрафовали безобоснованно, выгнали нас. Хотя это была частная территория, арендованная. Сам хозяин этого места тоже сказал, что ребята, мол, у меня будут проблемы. Ко мне заехал, короче, милиционер, который попросил, чтобы нас всех выпроводил оттуда. Когда мы задали вопрос этим милиционерам, почему, объясните причину. Причину нам не объяснили конкретно, сказали, вы здесь не будете находиться. То есть даже на этом районе нас сказали, что будут преследовать, штрафовать. И может даже заберут на стоянку. Многих сняли номера. Многие даже были ребята, которые приехали на пикник там с утра. И кто-то даже выпил, и уехать было нереально. И тем не менее, всех заставили выехать. Даже пришлось вызывать друзей, чтобы они забрали эти машины. То есть, потому что водители были пьяные. Они, короче, давай делать по-доброму. Позвонили генералу. Он дал 10-15 минут, чтобы все выехали. Иначе сейчас их расклеют, шмонают. Я думаю, сейчас шмонать начнут у всех стволы. И нас нагнул всех. И что теперь делать? Всех разгонять. Сурнадар, бесплатно. С Драснадар, я гадаю. Нет. Что делать? Он сказал, с палатками выкрулили. Такое облик. Через 10 минут не будет. Едут сейчас все спецполки. Да, по позе. Они что, тоже тут будут? Нет. Ну иди, скажи. Это ты говоришь, что ты акварельный. Они на принципе пилы. Шмон полностью все будет. А на чай с Орленов. Братан, есть закон. На чай с Орленов. Какого-то подрезали. Да, какого-то начальника подрезали. Потом еще где-то на пляже наделили. Поэтому вызвали ОМОН. И пытаются разогнать нас всех. Хотя территория, частная территория, не имеют права. Обратного пути не было. Мы искали другое место и нашли поляну недалеко, которая была по бокам ограждена лесом. И начался пикник. Всем привет. Наконец-то мы доехали до города Краснодара. Дорога была очень тяжелая. И мы простояли в пробке. Буквально нам оставалось до места назначения, до Орленка. Вот, наверное, километров 12-15. И мы простояли, наверное, часа 3 в пробке. Очень было жарко, невозможно. Наша машина была без кондиционера. И мы мучились. Вот, по приезду к Орленку мы увидели очень много стоящих служебных автомобилей. И ДПС сотрудников. После чего выяснилось, что, оказывается, мероприятие, которое было запланировано в Орленке, будет отменено, поскольку какие-то ребята из какого-то клуба, я не знаю, и, по-моему, из клуба КТА подрезали или как-то там наказали какого-то одного из начальников, там, ГИБДД, может, или охрана, или еще каких-то структур по дороге. И он решил то, что перекрыть там все пути и просто выгнал нас из этого Орленка. Поэтому мы решили, получается, точнее не мы, а вот администрация клуба Бапан, перейти сюда. Тут очень даже красивая поляна, очень интересная такая вот природа. В метрах, наверное, 100-150 море, а здесь все, получается, посадочники собраны. Рядом есть магазины, получается, можно наблюдать очень красивые экспонаты, вот, как, например, вот эта приора. Вот. Лежит на порогу, в диске, по-моему, на 13-й. Очень много ребят с разных городов абсолютно собралось. 30-й регион, 0-9-й регион. Очень интересный тот же аппарат, вот, Запорожье. Очень интересно, да, я думаю, потому что... Очень радует то, что среди всех уже часто мы видим приоры, там, 14-й. Увидеть, например, Запорожье, это очень даже круто. Также можно вот наблюдать очень интересные экспонаты. Это как BMW на очень низкой посадке. Судя по эмуляции, наверное, видно, что мы очень устали, потому что мы спали там очень мало и вообще сегодня ничего не ели. Вот. Можете посмотреть, вот, пожалуйста, приора, можете подумать, что это пневма, но на самом деле нет. Это самая низкая статика в России. Это приора калифорнийским акциям, значит, на статусах. У нее, получается, вообще, она бывает даже ниже пневм, который есть тут даже. Вот. Это первое место просто, это самый лучший результат, который был показан, по-моему, в прошлом году и в этом году. Сюда он заехал, кстати, просто на таран пролетел. Когда я первый раз ее увидел, когда они подъехали ко мне домой, получается, я подумал, что она на пневме, но они сказали, что тут короткоходки стоят. Я просто был в шоке, потому что впереди было где-то 4000 километров, и я просто не думал, как мы это просто проедем все. В итоге все оказалось нормальным, мы ничего не пробили, ни картера, ни кардана, не потеряли ни коробки, не потеряли ни глушители, ничего. Все абсолютно нормально. В принципе, наверное, мы пойдем, наверное, кушать уже, наконец-то. Позже, наверное, отдыхать, поедем в отельчик, выспимся, наконец-то. И завтра опять на съемке. На самом деле было даже как-то не до съемок, потому что хотелось просто отдыхать, когда ты на берегу моря, после такой долгой дороги, она заняла неделю. Когда ты приезжаешь в такое место, конечно, хочется просто отдохнуть. Вот вас 10 человек, да, вы говорите, вот даете деньги. Каждый тут сдает деньги, вот ко мне подходит, вот на, допустим, 10 человек, 600 рублей даете, тянете вот эту шляпу, допустим, 78. Что-то не надо тянуть. Я вас до 30, да, 78, отдаю вам эту бумажечку, вы стоите. И вот так вот 10 человек, потом я 10 шляп вот эти кидаю в мешок и начинаю вытаскивать оттуда. Если вас 10, я сначала 5 вытаскиваю. Потом эти 5, которые остаются, я кидаю и достаю уже двоих. И вот из этих двоих потом один барабан вытаскиваю, он выигрывает. Спокойненько, да. Я сейчас показываю. 46 выигрывает БАМ! Поздравляем! И Микаилу, и Исламу, и мне, и Шашкину, и Евгению очень понравилось. Это путешествие небольшое. И когда мы в конце стояли на берегу моря, падает этот шум воды и понимали, что вот мы сделали это, и мы доехали. Мы заехали в те города, в которые мы обещали. Мы проехали это большое количество километров. И при этом сняли это видео. Эта мысль давала нам какую-то возможность и мотивацию делать это дальше. У нас сразу начинали появляться идеи, а как мы бы сняли это дальше? Что бы мы сняли по-другому? И думаю, на этом эта тема не остановится. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрых полицейских на дорогах Чтобы тонеры разрешили нам Вот пожелания Да Красоту же надо за тонером с ним скрывать